А в Хамовниках готовят к реставрации доходный дом Бройда. Это четырехэтажное здание на Остоженке, объект культурного наследия, который, кстати, отличается очень сложной архитектурой. Давайте разберемся, в чем его уникальность, какие работы там предстоит выполнить, расскажет Диана Жукова. Одна из старейших улиц Москвы — Остоженка. Здесь находятся удивительные строения, многие из которых хранят вековую историю. Между особняками известного архитектора Кекушева и купца Лыжина стоит доходный дом Бройда. Строение во французском стиле с изящной лепниной и кованым декором. Сейчас этому дому уже 122 года. Облезлые балконы и трещины в стенах говорят о том, что зданию необходим ремонт. Дом признан объектом культурного наследия, поэтому к проекту его реставрации проектировщики подходят особенно внимательно. Проводится большой комплекс химико-технологических исследований. Вот, например, если мы сюда подойдем, вы увидите вот такие интересные отверстия. Это был выполнен отбор образцов. Что он нам дает? Мы изучаем строительные материалы, состав, штукатура. Например, мы можем даже определить, какой цвет был изначально. А в итоге известно, фасад какого цвета был первоначально? К сожалению, не удалось определить. Но так часто бывает. Как видите, отбор проб практически на уровне глаз осуществлялся. Мало где наверху. Самые такие места у нас, вот где-нибудь под декором, какие-нибудь полочки, вот там мы можем найти сохранившийся исторический цвет. Чтобы восстановить все уникальные детали исторического здания, специалисты изучают архивные фотографии. Вплоть до мельчайших подробностей с помощью лазерного сканирования создают точную модель дома в его актуальном состоянии. Здесь пластика достаточно обширная. Это и фриз между третьим и четвертым этажом, и кронштейны, кованые кронштейны, уникальные кронштейны, потому что в Москве таких нет кронштейнов больше. Венчающего карниза. Естественно, в этой же стилистике ограждения балконные. После реставрации, конечно, мы приведем в порядок весь декоративный орнамент и убранство по фасадам, всю лепную пластику. Сейчас в доме Бройда 8 квартир. Жильцы рассказывают, в последнее время находиться в доме стало сложно, ведь обветшали и инженерные коммуникации. Их в процессе реставрации тоже обновят. Моя бабушка живет в этом доме уже несколько десятилетий. Квартира со своей уникальной аурой. Дом в плачевном состоянии сейчас находится. Очень давно мы хотели и ждали этого ремонта. Мечта будет осуществлена. То есть дом приобретет свою историческую красоту, все утраченные элементы. Владелец 20-го дома по улице Остоженки Герман Ефимович Бройда был одним из наиболее деятельных московских застройщиков своего времени. Он возводил доходные дома и особняки в лучших районах города. И обычно пользовался услугами именитых архитекторов. Однако в случае со зданием на Остоженке почему-то решил доверить строительство молодому специалисту без образования, который именно благодаря этому проекту потом закрепился среди ведущих московских архитекторов. Известный застройщик Бройда купил это место и нанял никому неизвестного архитектора Николая Ивановича Жерихова. И он действительно показал свой талант здесь. Здесь хорошо сохранились статикованные навесы над подъездом и балконные решетки. На этом доме изображены антилопы, саванна, такой африканский немножко пейзаж. Но, конечно, москвичи этих антилоп не видели, поэтому называли дом с козлами. В рамках реставрации многоквартирных домов, которые признаны объектами культурного наследия, столица выделяет специальные субсидии. За последние 4 года в Москве уже обновили 30 таких строений. Диана Жукова, Лея Шеймерденова, Андрей Кулаков, Москва, 24.